Все, погнали. 3-3-3-2-1, 3-3-3-2-1. Так, смотри в камеру, либо на меня. Короче, давай первое. Костя, ты готов? Да, да. Все, супер, погнали. Костя, расскажи, что произошло в команде с точки зрения того, что у вас ушел тренер и капитан, ну и вообще, как дальше будет жить команда? Ну, изменения, да, произошли в коллективе перед летним кубком, даже в течение летнего кубка. Скажем так, свои были разногласия, но каждый пошел, скажем так, своими дорогами. Я думаю, это будет даже и на пользу команде. Будет все с чистого листа, с нуля. Ну, так вышло. В любом случае, желаем и капитану, и тренеру хорошего всего. Это же может сказаться, в принципе, на результате. Кто вот сейчас будет отвечать за команду с точки зрения того, что будет происходить на паркейсе? Это ты, либо ты кому-то делегируешь? Кто вот подстрахует команду? Ну, мы командой как бы посовещались и решили, что Вова Критский, он оптимально подходит на роль тренера, потому что он сам практикует тренерство. Вот, с точки зрения игры, честно, не знаю. Ну, наверное, Вова и я. То есть, когда Вова будет играть роль тренера, он будет играющий тренер. Поэтому, когда Вова на площадке замены я делать буду, наверное, может быть, Саша Котов. Будем смотреть. Ну, и наоборот, то есть, когда мы там на площадке Вова будем руководить процесс. Как тебе в этом... Ну, прошло, получается, половину группового этапа уже, да? Мы закрываемся шестой тур этой игрой с базарцами. Как тебе выступление команды? Что получается? Что хочется улучшить? Ну, скажем так, конечно, выступлением не то, чтобы доволен. Хотелось бы лучших результатов. Но будем исходить из того, что есть. Могли сыграть лучше с дефом, могли сыграть. На удивление, то есть, я думаю, будет прям очень жесткий отпор. Но, как показала практика, то есть, там, финальная минута была. Разрыв 2 или 4 очка могли сделать. То же самое с оплати. Где-то расслабились. Ну, лето. Летом сложно ходить на тренировки. Поэтому сложно собрать людей. Вот. А так, в целом, нормально. Нормально. Судача какая? Если не секрет. Да просто поиграть. Мы, на самом деле, летний кубок рассматривали с точки зрения, кому вот баскетбол интересен, просто поиграть. Ну, и плюс, поприглашать ребят посмотреть на... Как-то на кастинг, образно говоря. В селекцию проводите. То есть, кто потенциально может платить состав. Правильно? Ну, и как у тебя новички? Кто удивил, кто раздоровал? Да, на самом деле, новички кто у нас? Влад Милашевский. Ну, я знал, что этот человек профессионал. Поэтому у нас больше на дружеских отношениях так строилось. Мне он... То, что я от него ждал, он все показывает. Вот Миша Дмитриенко вот играет. То же самое. Полностью доволен его результатом. То есть, почему как бы я его хотел даже в сезон, в прошлый сезон добавить, но у него семейные обстоятельства были. Очень хорошо играет. И я как бы очень рад, что он захотел с нами продолжать дальше. Ну, и все, кто остались в команде тоже. Какие есть задумки у тебя, как у менеджера по следующему сезону в НБЛ? Кого хочешь просмотреть, будешь ли просматривать? Расскажи, с точки зрения твоей кухни в менеджерской какие-нибудь... Сейчас будет немножко вообще все по-другому, потому что мы решили все-таки больше командой теперь принимать решение, нужен ли нам тот или иной человек, для того, чтобы все сказали свое слово веское. Задачи на сезон, честно, тут еще непонятно, будет ли сезон этот, поэтому... Ну, в плане вообще, будет ли сезон. Хотелось бы, конечно, заявить, как я и говорил в нашем подкасте с тобой, что хотелось бы, чтобы медоеды это не просто на один сезон, а чтобы это была команда прямо с историей. Поэтому, ну, будем стараться. Все, спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо.